Начало матча с ЦСКА для торпеда получается лучшим образом. Кенни Агастина на первых же секундах ловит голкипера армейцев на ошибки и забивает в пустые ворота. Нижегородцы выходят вперед, а через 10 минут удваивают свое преимущество. Артур Тинулин заставляет второй раз доставать шайбу из ворот Рейды Борна. И уже под конец периода нижегородцы забивают третий гол. Дамир Жафяров отправляет ЦСКА на прерыв с 0-3 на табло. И вплоть до середины второго периода армейцы сидели на воротах торпеда и добились своего. Один гол отыграть получилось. Каменев затолкал шайбу в ворота Кочеткова. А за три минуты до конца второго периода Антон Слепышев сокращает отставание ЦСКА в счете уже 2-3. Торпеда почти сразу же возвращает свое двукратное преимущество. Энди Милли выбегает один на один с голкипером армейцев и забивает четвертую шайбу нижегородцев в матче. К середине третьего периода эмоции уже зашкаливали у обеих команд. После драки между игроками ЦСКА и торпеда нижегородцы забивают пятую шайбу в ворота Рейдеборна. Кенни Агастина оформляет дубль. Торпеда одерживает победу на ЦСКА и добывает два очка. Очень нужно нам. У нас победа очень нужна была. Вышли в хороший настрой. Быстро играли. Соперник не успевал. Самое главное сегодня все ребята помогали. Победа была очень важна. Сейчас едем дальше. Гостевая серия торпеда продолжается. И следующий матч нижегородцы проведут в Минске в эту пятницу. 10 декабря торпеда сыграет с Динамо в начало в 19.10. Прямую трансляцию смотрите в эфире ННТВ. Служба информации Артемий Катков.